крота как задний ряд сидений садимся назад смс-ка пришла смс-ка пришла выключим кнопочка моя любимая глонасс ребята вот глонасс японский вот это я люблю багажник с кнопки это признак богатства по пластику ну вот знаете подгонка деталей вот так трясу все прямо ну очень плотно сделано вот так вот выглядит машина сверху всем привет друзья с вами я михаил самолетов мы находимся в японии в городе осака в компании toyota здесь один из менеджеров любезно друзья мои любезно согласился показать мне toyota crown который сейчас здесь стоит прямо перед нами ребята легендарный краунец а кто слушал молодец давайте начнем по порядку внешне машина смотрится очень стильно современно уже от корейцев от китайцев не отстаёт кто-то скажет мы потеряли преемственность допустим раньше вот краун допустим было такой а сейчас уже миша ну что-то не то косят ребят все бежит время течет все меняется но мне очень сильно внешка нравится смотрится дорого и богато омыватели фар есть все системы безопасности видите сонары линзы а сейчас мы зайдем с вами самую святую часть этого автомобиля это салон глянем что у нас в салоне пока по внешности скажу так сзади тоже машина очень интересно смотрится длинный такой фонарь красный все сделано классно видите осака toyota давайте сядем сейчас за руль замечу сразу что есть бесключевой доступ на водительском сидении на сидении задних пассажиров есть у нас слепые зоны когда машина идет с вами рядышком начинается здесь инфографика мигает что сближается со слепой зоны машина колеса друзья мои не знаю как вам на видео но в жизни они просто такие здоровенные они реально очень большие резина кстати видите 22 года размер 225 45 r21 21 диаметра колесные диски не просто гигантские но видео не передает естественно у машина уже круговой обзор слепые зоны есть проекция на лобовое стекло открываю дверь она очень большая вместительная и высокая здесь у нас память пассажиров то есть водительское сидение 1 и 2 если вы женой ездите можно пополам естественно все по классике toyota здесь не делала каких-то инноваций кнопочки нам уже до боли знакомы очень приятный материал дверной карты здесь у нас краун посмотрите такая железная лейба шилдик на коврике на самом деле в японии ведь машины чистые сажусь я за сидение водителя сейчас многим интересно будет как же вообще в японии все от машину мы завели ключ мне наш товарища ставил горит михалыч мы с тобой кенты у нас щиток полностью уже идет монитором то есть никаких колодцев еще каких-то моментов архаичных стрелочек нет все идет на мониторе здесь charge эко power соответственно расход топлива указан машина готова пробег 610 километров естественно скорость и сколько осталось ехать на залитом бензине видите последний день на 143 километра вот сижу в машине и понимаю что за эту цену 7 миллионов иен это где-то 4 миллиона рублей там 3 800 опять же курс был смс к пришла смс к пришла выключим то данный автомобиль очень хорош реально он очень хорош кстати в канаде уже я видел видео на ютюбе на котором ребята на леворуком толком гоняли то есть возможно из сша впоследствии можно будет с канада такие машины леворуки если вдруг кто-то хочет леворуки автомобиль подлокотник у нас двухсторонний то есть бардачок может попасть как пассажир так и водитель кнопки кнопки нажимаются все мягенько здесь видите мы можем на экране менять настройки язык там все хотите пробег 3 по 3 b так что еще проекция вот проекцию почему-то я не вижу наверное надо поставить на d потому что сейчас все сделаем дальше давайте выключим сейчас климат-контроль очень интересно работает здесь мультимедиа в российских автомашинах из японии в российских в японских машинах из японии в россии у нас не работает друзья но у нас на дальнем востоке реально наши машины это правые рули у нас не работает никогда мультимедиа максимум можно bluetooth поставить там бывает прошивает ее на некоторых моделях там какими-то корявыми словами то есть полноценно она не может выполнять функцию мультимедиа показано что сегодня все зеленое движение разгружено где-то изредка небольшие пробки а эта камера которые стоят здесь непосредственно уже на дорогах на дорожном движении здесь мы можем выбрать и вай-фай подключить камеры t-connect в общем какие-то функции если кто-то интересуется уже сможете перевести на переводчики музыку мультимедиа можем включить можем кому-нибудь позвонить можем включить настройки вот автомобилей эти си тут карта электронная для проезда по платным дорогам и настройки самое главное спереди для водителя в центральной консоли такая идет туннель еще его называют очень интересно все сделано вот помните в прошлом крауне у меня кстати были крауны прошлый кузов 211 и водовые там были ублюдские подстаканники в них вот так вот ну ребят ну вообще невозможно надо короче какая-то шляпа здесь японцы осознали они мои видео смотрят я ему сразу говорю ютюбу он говорит михалыч смотрим все японии твой шок-контент игры ну все они наконец-то сделали нормально по правильному просто чего-нибудь ставишь и все перегородка которая удобно вставляется и убирается мне на самом деле товарищ мой предложил этот японский говорит давай поехали тест-драйв сделай но я друзья что-то сегодня столько находился следующий раз сделаем тест-драйв здесь есть тайп си это тоже очень удобно потому что постоянно приходится эти прикуриватели покупать вставляешь вот эти вот круглые бочонки очень удобно то есть японцы тоже что-то с этим затянули кстати даже на лексусах и рыксах не на всех даже на максимальной комплектации rx 200t rx 300 и по-моему не на всех у них стоит вот эта беспроводная зарядка телефона то есть а здесь уже стоит в крауне не наконец-то догадались что-то очень удобная штука телефон положил заряжаешь и естественно японцы подумали спереди же два пассажира сидит вот водитель и пассажир поэтому надо сделать два тайп си это гениально то есть японцы сейчас пока что лайк я им ставлю пианино я это называю мерседесовская пианино кнопочки кто-то скажет это неудобно кто-то скажет это удобно кому-то хочется вот так нажать но как по мне анатомически то есть рука падает вниз как будто с горы на сноуборде скатываетесь то есть нажали допустим авто пошло нажали of она ушла и подогрев руля здесь видите есть сейчас вам поближе сделаю подогрев руля имеется это обдув это подогрев получается здесь еще видите заднее стекло включается и подогрев еще зеркал подключаем круговой обзор вокруг машины видите смотрим 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 чик очень удобно тоже видите красные зоны показывают колеса вот так вот выглядит машина сверху заходим выключаем так если нажать два раза здесь можно выбрать драйв мод видите эко нормал и спорт драйв мод выбираем драйв мод и сразу нас дальше так выбираем как мы выбираем здесь все мы переключили обратно здесь у нас круиз-контроль здесь можно также регулировать все делать видите покупайте машины с японии телефон в описании к видео заявки на ватсап пишите да михалыч вам поможет привезти эти машины с японии он знает стол в правых рулях а м фм так что еще телевизор это я понимаю ребят едешь где-нибудь в новосибирске минус 40 уши заворачиваются и смотришь вот такого крота как я хотел пошутить очень грубо ребят ребята но это что-то open house хариба ребят ему уже хватит мармелада реально я вот сам как он уже скоро буду из этих мармеладок мороженых булочек завязывайте с этим так дальше мод что у нас еще там показывает ну все больше ничего не показывает телевизор она давайте включим нас навигацию вот как ниссан ноте отридаем подвигаем зеркало заднего вида скажу так качество очень хорошие друзья мои неплохое лучше чем не санути какие у нас есть функции мы можем тут поярче потише вверх-вниз вот видите регулируется камера можно лево вправо его сюда можно по горизонтали короче штатная в общем вся система опа сейчас его давайте отключим чтобы нас не смущал дальше кнопочка моя любимая глонас ребята вот глонас японский нажмешь значит скажет куда сай михалыч куда вести суши я скажу суши визите на зеленку я уже там вас и жду все закрываем кнопочку эту дальше здесь у нас подсветка подсветка тоже очень интересно сделано к в каком-то космическом корабле такими интересными точечками смотрится тоже прикольно большой плюс то что у этой машины электрический руль рулевая колонка видите пододвигается отодвигается я вообще люблю когда максимально вниз опущен руль даже бывает когда иногда выхожу то ногой бьюсь об руль то есть но мне так нравится мне вот удобно когда руки так вот как бы внизу когда сильно высоко некомфортно но многим так не нравится поэтому тут на любитель задний ряд сидений садимся назад ребята тут японцы знаете тоже тоже удивляют 2 type-c вот это сила по классике в крау не можно задним пассажиром переднем по изгаляться подшутить если кому-то нравятся такие шутки кармашек они кстати здесь автоматически когда стеклоподъемник уже к низу подходит на так замедляется и кверху тоже чик тормозит ветровички здесь у нас есть по классике крючок черный потолок вот такие штучки дрючки и подлокотник с двумя подстаканниками убираешь место на самом деле очень много потому что вот в старом крау не который предыдущий кузов джейзи кьютив я вот покупал несколько раз конечно там если сидишься сам за собой то это ужас сзади места вообще нету там как супер мини конура получается очень удобно сидеть а здесь на заднем сиденье очень комфорт кожа сделана из приятного материала такой кожзамчик наверное скорее всего но мне нравится плотно давайте глянем уже багажник багажничек у нас открывается с кнопочки сейчас его откроем вот багажничек открылся в багажнике сразу видно менеджера менеджера по продажам багажник открываешься тут сразу опа опачки можно прикупить себе хорошенького тойота крауна так кроссовер rs advanced g advanced g advanced g лазер пэкэдж в общем цены смотрите сами цены в принципе адекватные 5 400 5 700 какой еще 6 400 кроссовер rs ведь и два с половиной литра есть есть 2.4 ну и тут вот это всякий доп опция по-японски не сильно понимаю можете на переводчике сделать здесь 4 воды клиренс длина ширина машины вес 1790 килограмм и так понимаю кроссовер g advanced лазер пэкэдж давайте сравним 5 700 здесь нет ли скрытого маркетинга какого-то здесь 5 700 g лазер пэкэдж да у нас получается а нет кроссовер g advanced лазер улучшенная кожа комплектация g вот смотрите вот 5 700 и здесь 5 700 а базовая 5 180 в багажнике есть у нас еще вот такая вот розетка очень интересно это японский разъем конечно но багажник друзья просто здоровенный вот он очень большой гигантский я бы сказал и еще большой плюс то что можно подлокотник задний сейчас попробовать опустить и будет туннель куда можно положить лыжи лыжи или удочки если вдруг захотите на крауни поехать на рыбалку куда-нибудь на усакси залив если хотите с вами сгоняем на рыбалку напишите в комментариях есть у нас рыбаки рыбку тоже таскать ловят кое-какую интересную лифт лифт как говорится поднимаем 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 в тучу у нас пластиковые какие-то защелки и комплект для задувки шины с компрессором все здесь у нас а здесь ничего не снимается вот здесь еще и должно быть здесь аккумулятор кнопочки кнопочка есть вот это я люблю багажник с кнопки это признак богатства чик очень плавно мягко капотик пошел капот попил компот друзья но это не вот сразу ставлю 2 ну как вот ребят но как они на тойоте вот type-c есть магнитофон работает телевизор показывает электро панель щиток приборов как просто мини айпад от сяоми ну как они газ лифты не могли сделать но это но с другой стороны если все было идеально ребята вот стоило бы жить с надо всегда стремиться к совершенству кстати на новые toyota harrier есть какой-то тюнинг ателье японская специально они делают за 30 или за 40 тысяч ен 2 газ лифта которые стоят сразу болтом прикручиваете сюда и сюда газ лифты и они автоматически чик-чик все закрывают открывают эту кочергу японцы скручивают и оставляют себе на память мотор здесь удобный масло вот можно проверить заливная горловина все место достаточно ну я думаю кто покупает такие новые машины они поедут спокойненько на сервис и специально обученные люди нельзя все им сделают в лучшем виде сейчас напоследок присяду еще в салон заглушу машину и скажу вам свое мнение о посадимся мне не мое такое ребят но 5 700 это вообще это супер цена я просто думал что он стоит 7 300 если честно это в другом салоне там у меня тоже корешок есть один японский я ему говорю how much он не горит михалыч 7 300 на тебе 6 900 я говорю братишка другого моего товарища на соседней улице за 5 700 ну может быть тут еще кита до попсы как обычно они скажут тут коврики положили за 200 тысяч ен вот hdmi провод положили он еще 500 тысяч ен стоит вот цена дороже но если считать за ту цену которая указана в прайсе 5 700 новый автомобиль из японии 5 700 ну грубо говоря 66 636 с курс 0 660 копеек 3 миллиона 600 тысяч получается данный автомобиль будет стоить цена в японии просто сказочная но в россию нужно естественно будет доплатить еще раз таможку доставку она считается на сайте таможенного калькулятора поэтому друзья такая машина мира миллиончиков питочек у нас то заедет опять же курсы меняются все меняется поэтому я бы себе такую машину с удовольствием бы взял просто мне она очень 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 понравилась а вот hdmi показывает для айпада какого-то короче для чего-то она нужна здесь у нас еще книжка так понимает о многим когда с японии приходят вот такие книжки там бывают о том что машина обслуживалась момента нет ноут книжка для записи вот здесь сервисная карточка есть тоже с японии сколько раз машины приходили сюда вот во многих особенно если машины с проката на аукцион поступает с автомобильного там вообще там все по регламенту меняют вот здесь все 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 указано все проблемы можно позвонить службу спасения в эвакуаторную телефон оса к номер кузова может быть даже потом она и на россию поедет когда-то через пару лет какие-то документы птс или что это такое короче документы которые именно уже идут автомобилист хозяину этого автомобиля по пластику ну вот знаете подгонка деталей вот так трясу все прямо но очень плотно сделано сам монитор здесь учета чуть-чуть и ну так вот это ходит но не прям люфта какого-то большого нету а может на других машинах что-то это есть но здесь все очень 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 конкретно в этом экземпляре сделано хорошо если вас интересует покупка авто из японии телефон вот сапа указан внизу пишите текстовое сообщение марку модель год автомобиля и мы поможем вам привезти его из японии под заказ пишите какие марки модели автомобиля вы еще хотите чтобы я вам показал я сделаю это следующих видео всем огромное спасибо и пока